добрый день друзья мы опять на рыбалке не успел включить камеру как случилось у товарища поклевка карповая вытащил карпа где-то на двушку и потом у меня один за другим три карпа ну что даже удочки все еще не разложили а вот сейчас уже разложили и затище ни на что никто не хочет клевать значит карп взял на обыкновенную снасть скользящая грузила внизу поводок и наверху поводок на крючке горох до 1 сработала кормушка кормушка с одним крючком скользящая кормушка и сзади кормушки один крючок а 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 и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Правда, карпа там уже нет. Он уже убежал. Но зато хоть шок-лидер есть. Сейчас шок-лидер привяжу. Еще одна удочка будет готова. Тоже думал, все. Удочку надо выбрать... Отставлять в сторону. Вот эта оранжевая леска 0,25 диаметром. Но 0,25 сильно карпа не половишь. А вот шок-лидер начинается от 0,25 и кончается 0,5. Ну, шикарно. Сейчас можно будет хоть ловить нормально. Доброе утро. Какая же она длинная, октябрьская ночь. Пока утро дождались, думал о кочанее. И дрова вроде были, и возле костра грелся. А под утро было очень, конечно, холодно. Ну что, за ночь где-то штук 5 подлещиков и 1 карась. Ничего интересного за ночь не поймалось. Уже утром закормили горохом. Бросили на очень дальнюю дистанцию. Опять же, вот эти вот снасти. Сделал еще 2 штуки. Обыкновенные бочковые, или таранищные, как их можно назвать. Два крючка и грузик скользящий. На них клевало вчера. Ну, будем надеяться, что и сегодня будет тоже клевать. Валик, а ну, хвастайся. Ты елки зеленые, я думал, у тебя карпик. Так ты вернулся, чтобы как он клюнул? Ну, клюнул, клюнул как карп прямо. Я и подумал, что карпик. Я тоже так вижу. Не, ну, таранька классная. И насало. Ну, так, она сало любит. Так же, как и лещ. Ну, что, будем закругляться. Мало сделал снимков поимки рыбы. Ну, как-то так. Рыба есть. А показать, что я ее поймал. Ой. Нифига себе. Ой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...